В школьное окно Смотрят облака Бесконечным кажется урок Слышно, как скрипит Пёрышко слегка И ложатся строчки на листок Первая любовь В школьные годы Блужа голубых стекляшки Никогда не повторяется Не повторяется Не повторяется Такое никогда Не повторяется Не повторяется Не повторяется Такое Никогда Песенка дождя Катятся ручьем Первая любовь Никогда Шалом, дорогие друзья Братья и сестры Мир и благодать вам От Господа нашего Иисуса Христа Мы начинаем очередное наше время С Господом Почему я начал Это время С Господом С этой песни Потому что она По моему убеждению Написанная Святым Духом Через авторов Конкретных авторов И исполняет Ансамбль Сумоцвета В этом пламе Она Говорит Открывает нам Такую Истину О том Что Жизнь наша Не только школьная Но вся жизнь Это есть урок Вся жизнь Для человека Этот урок Это урок Человек приходит В этот мир Бог его приводит В этот мир Для чего? Для того Чтобы человек Чему-то научился И мы изучая Библию Сегодня даст Бог Мы будем читать Библию И дальше Мы видим Как Бог учит людей Самыми разными способами Ну чему Чему Бог учит людей? Учит их Как детей Конечно Бог учит их Истине Чтобы они Познали Истину Вот почему В человечестве Развивается Наука Которая Познает Истину Научными способами Через опыты Через эксперименты Через исследования Фактов Вот Искусство Это тоже Способ Познания И выражения Истины Истины Через Художественные формы Через чувства Через мысли Через образы Вообще Все науки Все Химия Биология Это есть Все поиски Истины Поиски Истины Человечества А истина Мы знаем Верующие люди Знают Что истиной Является Бог Бог Есть истинным Бог Творец Который сотворил Этот мир Сотворил Все его законы Сотворил Человека И вот Каждый наш день В принципе Является уроком От Господа Вот чтобы Понять это Нужно Найти Бога Нужно признать Бога И потом Следовать за Богом В его Учительстве В нашем Ученичестве Он есть Учитель Бог Есть Учитель В данном случае Христос Наш Учитель И так его И ученики звали И не только ученики Фарисеи тоже Учитель его звали Равви Равви Раввин Это учитель Учитель Торы Учитель истины Учитель Бога И вот чтобы Познать Смысл этих уроков Нужно прийти к Богу Конечно не только верующие Учатся у жизни Жизнь учит всех И неверующих В том числе Но когда человек Приходит к Богу Он Познает Фундаментальную Истину Истину о том Что все это Сотворил Бог И его самого Это Фундаментальное Откровение Которое Есть у каждого Верующего Имеется ввиду По-настоящему Верующего Бога Бога А верующие Вместе с вами Господа Прославим Бога И потом Если Бог Поведет нас В этом Даст милость Мы почитаем Библию Почитаем Библию Амашия Хосана Приготовим мы сердца Для встречи с тобой Спаситель дорогой Амашия Хосана Приготовим мы сердца Для встречи с тобой Отец Для встречи С Духом твоим Иисус Для встречи С Духом святым Тебя я прославляю О Господь Бог едимый на небе И на земле Тебя я величаю О Господь Бог едимый на небе И на земле Ты один достоин Славу принять Господь наш Бог Всемогущий Народом всем Ты даровал спасение И земля прославляет Имя Твое Народом всем Ты возвестил спасение И земля прославляет И земля прославляет Имя Твое Тебя я величаю О Господь О Господь Бог едимый на небе И на земле Ты один достоин Славу принять О Господь Господь наш Бог Народом всем Ты даровал спасение И земля прославляет 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 И земля прославляем Принять хвалу, принять радость наших сердец Сол наших сердец к Тебе, о, прийди, Отец Приди, Отец Мы сейчас склоняем свои сердца перед Тобой Мы посвящаем вот это время Специально посвящаем, жертвуем время Это есть жертва Господу Мы жертвуем наше внимание Тебе Мы жертвуем наши смиренные сокрушенные сердца Признавая тем самым, что Ты наш Создатель Признавая тем самым, что Ты наш Бог Что Ты истина Что Ты истина, а мы все должны склониться перед истиной Ибо трудно человеку идти против рожна Трудно человеку идти против истины И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты учишь каждого из нас Каждого на своем месте Каждого на своем уровне Уровне познания Мы благодарим Тебя за это обучение За истину Твою За то, что Ты, мы не напрасно живем За то, что Ты нас создал для того Чтобы мы познавали истину Чтобы мы познавали Тебя, Отец Тебя, великого Бога И Ты дал с нам человеческим дивное занятие Не просто тупо работать, как животные луны Какие-то ломовые лошади Нет Познавать истину И человек без этой функции Без познания истины Действительно становится, как животное Он оттупеет Он не обеспечивает А развивается только тот, кто ищет истину Тот, кто познает ее законы Ее правила Для того, чтобы поступать по этим законам и правилам Для того, чтобы Дать новую себя На истине На Бог На том, что Бог откроет И мы зовем Тебя, Отец И мы зовем Тебя, Господь Ты, Учитель наш Мы призываем Твое имя Мы прославляем Тебя Ты приди сейчас Научи Каждого Научи Дай Духа Твоего Святого, Господи И каждому пошли то, в чем он нуждается сейчас По жизни Кому нужен совет, Господи Мы просим Тебя осоветить для него Кому нужно здоровье и исцеление Мы просим об исцелении Я прошу у Тебя об исцелении для меня Кому нужно утешение, Дух Святой Пошли утешение в этом эфире Кому нужна радость, дай радость Кому нужна жизнь с избытком Дай жизни с избытком Почувствовать, что он не одинок Что ты с ним Почувствовать жизнь в избытке своем О, Рафа Ибо ты дающий жизнь И дающий жизнь с избытком Ибо сам ты, Господи Ты сам жизнь Ты есть жизнь Ты есть путь Ты есть истина Ты, Господь, Таш Ты есть жизнь Ты есть путь Ты есть истина, Иисус Тебя мы прославляем, наш Господь Прилечаем Твое имя, воскраляем мы Тебя Нашего Господа Христа Тебя мы прославляем, наш Господь Прилечаем Твое имя, прославляем Твое имя Наш Спаситель дорогой Наш Спаситель дорогой Ты наш Царь, Ты наш Герой Наш Учитель, наш Наставник Удивший вели Дух Святой Наш Учитель дорогой Прославляем мы Тебя Прилечаем Твое имя, наш Спаситель Ешуа Наш Спаситель Ешуа Прилечаем Твое имя, наш Спаситель Ешуа Прилечаем Твое имя, наш Спаситель Ешуа Бог единый на небе и на земле Ты один достой Ты один достой Славу принять Господь наш Бог Всемогущий Всемогущий Народа Всех Ты Возвестил Спасение И земля И земля Прилечаем Славу Народ И земля И земля И земля И земля И земля Ангелы поют, Богу славу воздают Все люди на земле поклоняются тебе Когда приходишь ты, исполняются наши мечты Мечты, аллюя Когда приходит Бог, все рассветает и цветет Торжествует и поет Когда приходит Бог, душа моя поет Душа моя поет Тебе Иисус, тебе Господь Когда приходит Бог, все оживает и живет Торжествует и поет Когда приходит Бог, душа моя поет Отец, я признаю свою немощь без тебя Я признаю свою нужду в тебе Я признаю, Господи, что я нуждаюсь Нуждаюсь во всем в тебе Во всех сферах Вот даже сейчас, чтобы вести этот эфир Я нуждаюсь в твоей мудрости В твоем помазании В твоем водительстве Я воздаю славу тебе Не себе, нет, нет, упаси Бог Только тебе, Отец Ибо от тебя зависит жизнь моя От тебя зависит Бог Вне зависимости от того, понимает этот человек или нет Но путь его от тебя От тебя его судьба Вся слава Вся сила О ваших ях Вся честь В тебе Вся слава Вся сила Вся честь Отец Отец Иисус Иисус Дорогой Поклон Тебе Божий Сын Ты наш Ты наш Спаситель Дух Святой Дух Святой Сойти на нас, Бог А мы живем, Бог святой, Бог святой, наполни нас своим огнем, Господь, А в любви твоей вся слава, вся сила, вся честь овощих тебе. Господи, склоняем мы сердца пред Тобой, Ты говори к нам, Иисус, говори к нам, Отец, утешай, наставляй, спасай нас, Отец. Спасай нас же, Господь, жизнь вечную ищем мы спасение от грехов своих. Научи нас ходить в истине, Научи нас ходить в истине Твоей, чтобы радовать Тебя. Научи нас ходить без ошибок, Да исправить ошибки наши. Дай милость научиться от них, Дай милость усвоить уроки, которые Ты запоминала, в которой мы проходим. Дай милость, Господь, очиститься от грехов своих, И познать, что Ты говоришь нам сейчас. Глора, фаглория, коснись, Отец, пожалуйста, Каждого сердца сейчас. Меня коснись, очисти, Освободи от наших темниц, От наших твердынь, неправильных представлений, стереотипов, которые мешают нам прийти в Твою полноту, в Твою жизнь, войти в радость, войти в Твой покой, в Твой мир, в Твою любовь. И ощутить себя, как вечно зеленеющие растения, обновляющиеся каждый сезон, приносящие плоды свои. Много раз на сезон. Помоги нам, Господи, без Тебя ничего не можем. Ты как для дерева соки земные, которые взращивают эти плоды, так Ты для нас, Твой Дух Святой. Взращивай, пожалуйста, Твои плоды, Твои. Привет, 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 друзья. Горо, фаглория, шерам, анех. Мы проводим время с Господом. Мы отложили на это время все свои дела. Мы вошли в свою тайную комнату. И ищем Господа, вот так, как я Его ищу сейчас. Ищем Его лица, общаемся с Ним, И сливаем перед Ним свое сердце. А кто ищет, тот найдет. А кто просит, тот получит. У небесного Отца. Он получит прощение грехов своих. Он получит радость и мир. Он получит оправдание. Оправдание веры в то, что Иисус Христос умер за Его собственные, За Твои и Мои наши собственные грехи. Он взял на Себя наши бремена. И мы по вере сейчас возлагаем, отдаем Ему наши грехи. И говорим, Господи, прости. Мы по вере отдаем наши бремена. О чем вы сейчас заботитесь больше всего, Что лишает вас покоя, может быть, сна, лишает мира. Отдайте сейчас в вере, в вере эту ситуацию Господу. И попросите Его, скажите, Господь, полаги. Я сам не могу. Мне с вами тяжело, тяжело решить. Жить. Такой довольный, как будто конфеты с коньяком съел. Да, совершенно верно. Это больше. Вы знаете, Нави, да? Нави. Интересное имя. Знаете, что означает имя Нави? Севрита. Нави – это пророк. Вот. Так вот, когда я прихожу к Богу, Нави, Моя улыбка, она автоматически появляется. Я не хочу, она появляется. Потому что, почему? Потому что приходит Бог. И сердцу хочется радоваться. И это как конфета с коньяком, но даже лучше. Даже лучше. Хочется радоваться. Это благословение каждому человеку, который пребывает в мире с Господом. Вот у каждого человека на земле есть свои отношения с Богом. Да-да. Я не оговорился. У каждого. Просто кто-то их не признает. Кто-то, вот, атеисты, например, они не знают, что есть Бог. Но, тем не менее, Бог их сотворил, и, тем не менее, Бог живет в них. Благодаря тому, что Бог в них живет, они живут, двигаются, существуют, дышат. Бог же энергии, духом своим поддерживает все свое творение. Другие люди знают, что есть Бог, и выстраивают осознанное отношение с Ним. И вот у этих людей, вот те, кто не веруют, те, кто не пришли к Богу, они как бы на внешнем дворе находятся. Бог о них заботится, Бог их любит, конечно, как свое творение, но Бог еще им не открылся. А вот те люди, которым Бог открылся, у них есть разное положение перед Богом. Некоторые люди пребывают во грехах. И из греха они, из-за этих грехов они не могут радоваться жизни, не могут радоваться отношения с Богом. Их совесть нечиста, их совесть обличает. А есть и такие люди, которые уже забыли, что такое совесть. Их совесть сожжена, как говорят, люди сожженные совестью. Это те, которые делают зло с ненасытимостью. Очень жестокие, агрессивные люди. Их совесть сожжена. А есть люди, которые не хотят признать какой-то свой грех, и Бог с ними судится. Бог с ними судится. Вот не только люди, вот страна, вот страна, в которой я живу, Израиль, это Божий избранный народ. Но в данный момент Бог судится. Бог судится с ними уже две тысячи лет. Бог так сильно судится с ними, что забрал у Израиля землю его, рассеял Израиль, их разрушил храм, и Иерусалим, столицу Израиля, захватили римляне. Это же все суды Божьи, наказания Божьи. За что? За то, что евреи не приняли Спасителя, Машееха, истину, который пришел к ним две тысячи лет тому назад. И вот две тысячи лет евреи с китайцами по всему миру и находятся в состоянии суда с Богом. Они пережили ужасные освенцы, Холокост, Майданок, лагеря, смерти фашистских, где их сжигали, их гнали со всех стран. Это все суды Божьи, друзья. И вот Бог обещает, обещал евреям давно обратно собрать их в землю, свою вернуть. И Бог сейчас возвращает евреев в землю. Но Бог их собрал не потому, что евреи перестал с ними судиться. Нет. Потому что Бог обещал это от самых Аврааму, Ицхаку, Якова, о котором мы будем сегодня читать. Бог обещал. Он их собрал, но продолжает с ними судиться. И почему Израиль каждые несколько лет очередная война раздражитель, напоминание о том, что Бог судится с Израилем. И суды Божьи закончатся только тогда над Израилем, когда Израиль воззовет своего Машеха. Возрит, как пишет Танах, пророк Захариягу, возрит Захария. Возрят на того, кого они пронзили, кого они распяли. Покаются в этом. Раздерут свои души. Рубашки. Покаятся в этом. Грехе. И примиряться с Богом. Вот тогда Бог придет, защитит Израиль и поднимет его, и сделает его главой. А сейчас Израиль в хвосте. Во многих. В каких-то, в каких-то отраслях там он во главе, но политически он, конечно же, в хвосте. Он в хвосте у Америки. Он зависим от других стран. Вот так. То же самое, как и Бог судится с Израилем. Бог судится с человеком, с которым у Бога нет мира. У человека нет мира с Богом, а значит, он находится в суде с Богом. И Бог его призывает. «Покайся», — говорит, «приблизилось Царство Небесное». Вот в чем смысл Евангелия? Иисус ходил и проповедовал. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Покайся», — то есть признай себя грешником, признай свою власть над Богом, попроси у Него прощения и примирись с Ним через веру во Христа. И тогда Бог простит тебе все твои грехи. Ты будешь Сыном Божьим, и между вами будет любовь, любовь, морковь, конфеты. И между вами будет мир, и вы будете получать мир от Господа. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему Херсон покинули? Все обозреватели говорят о том, что это договорняк. Какой договорняк, политический договор, мы не знаем, мы не знаем точно, конечно, мы не знаем, и мы не знаем условия этого договора. Вот я, по крайней мере, не знаю, кто-то знает, естественно, но об этом не сообщается. Официально объявлено о том, что министр обороны России объявил о том, что из стратегических соображений, потому что там может быть взорван каскад электростанции и затоплена правобережная часть, где Херсона может быть затоплена, это будет стихийное бедствие, это будет город погибнет, и люди в нем погибнут. Может быть такая провокация, понимаете, и поэтому, судя по официальной версии Российского Министерства обороны, Россия приняла решение оставить Херсона. Какой-то договор существует, скорее всего. Я когда спрашивал Бога, почему, Бог мне ответил таким образом, что ошибки были, Россия совершает серьезные ошибки стратегического плана в этой войне, тактического, стратегического плана, ошибки, там головотяпство своего рода есть. Не знаю, ответил ли я вам на вопрос. Будем смотреть, был ли этот договор, и в чем он состоит. Если был договор, то понятно, Россия оставляет Херсону, что она получает взамен? Вот вопрос. Итак, давайте вернемся, вернемся к Богу. Война это плохо, но через войну Бог творит Божьи суды, и война является наказанием для людей. С одной стороны, это наказание за грехи. За грехи Украины, в частности. Что на ее территории идет война, это грехи. Грехи Украины, я говорил об этом уже не раз, я даже ролики такие создавал, исследовали тему причины войны на Украине. Вот. С другой стороны, эта война, это возможность человеку прийти к Богу. Потому что в мирной жизни человек как-то не очень-то и торопится к Богу. А вот когда на поле боя, когда человек испытывает тягости войны, естественно, он бежит к Богу. Вот недаром говорят, что на войне атеистов нет. Потому что, когда над тобой летают ракеты, над твоей головой и снаряды, то человек хочешь ли не хочешь молится Богу, вспоминает. А кому еще обращаться? Обращаться-то больше некому. Никто не защитит. На самом деле, Библия так и говорит, что проклят всякий человек, который надеется на другого человека или на государство. Нет, друзья, Библия призывает надеяться только на Бога. В любой ситуации. Что государство может подвести. Вот сейчас много, много против России сейчас говорится. Потому что Россия оставила свой город, который она недавно присоединила, Херсон. Друзья, я понимаю, это больно, но это звоночек также для тех людей и проверка, кто надеется на силу человеческую, на силу государства. Не надо на силу государства надеяться. Никому. а на Божью силу. А на Божью силу. Вот даже Путину, даже руководителям государства сейчас нужно надеяться именно на Бога. И доверить свою жизнь Богу. И каждому из нас необходимо доверить свою жизнь Богу. И тогда Бог примирит человека с собой и поможет ему. И даже, как написано, если Богу угодно пути человека, то он даже врагов его примиряет с ним. Решение любого конфликта, любой войны, любой ситуации в руках Божьей. От Бога зависит. Не от силы армии, от Бога зависит. Бог сейчас хочет, чтобы украинцы покаялись, капитулировали. Бог хочет этого. Вот я верю в это. И тогда Украина будет спасена. Вопрос очень серьезный стоит. Перед Украиной сейчас стоит вопрос о ее существовании вообще. Сохранится ли это государство? Но раз Бог допустил эту войну, а все войны, только все, что происходит в этом мире, только с допуска Божьего. Значит, Бог что-то хочет сказать Украине. Значит, Он воюет с Украиной. И спасение для Украины это покаяние, и в данном случае капитуляция. И тогда Украина ничего не потеряет, кроме того, что она, может быть, уже потеряла. Но если будет дальше воевать против Бога, ведь в Украине очень много верующих людей. И они должны это понимать, что сначала приходит суд на верующих, на церковь Божью. В Украине в каждом городе храмы. Бог сначала судит тех, кому больше Он открыл. С них более требовательный суд. И Бог призывает Украину покаяться. И Бог хочет сохранить Украину. Но не любит грех. Не любит грех русофобии, человеконенавистничества. Не любит грех антисемитизма. Не любит грех коррупции. Не любит грех взаимоненависти. Не любит грех фашизма. То, что делает национализм, приводит к фашизму. Что было в фашистской Германии, национализм, вот в Украине национализм приводит к нацизму и к фашизму. Бог хочет избавить людей от грехов. Бог говорит. Если человек не слышит, Бог говорит второй раз. Человек не слышит, Бог посылает пророка к нему. Человек не слышит. Что делать Богу? Бог посылает наказание. У кого это болезнь, у кого это болезнь близких, у кого это какие-то тяжелые обстоятельства, безденежие, безработица, к примеру. У кого это смерть? Для государства часто это война. Против бунтовщиков на Украине был бунт, был Майдан, была свернута власть, которую поставил Бог. Всякая власть от Бога написано. Всякая, да, даже Гитлер от Бога был. Одних царей Бог ставит, добрых царей, хороших, чтобы благословить народ, а злых царей ставит, чтобы наказать народ. Гитлера поставил, чтобы наказать Германию. Нельзя свергать царей. Нельзя. Вот против Гитлера было множество покушений на Гитлера, даже высшего генералитета Германии. Ни одно из них не окончилось успешно, потому что не было Божьей воли на то. Германия должна была быть побеждена в войне фашистской Германии. Наводнение, пожар, лесные. Да, стихийное бедствие это тоже наказание от Бога. Об этом написано очень хорошо в книге Откровения. Иоанна Богослова последней книги. Ангел вышел, пришел голод, второй ангел забрал мир земли. Ангел апокалипсиса так называемый. Все, что происходит в мире, все попущено Богом, все происходит по его воле, все буквально, добро и зло, все по его воле. Зло для того, чтобы человека наказать, вразумить, остановить, добро для того, чтобы благословить, поощрить, развивать. Все от Бога, друзья. Так, ну давайте, давайте мы уже обратимся сейчас к тексту. Сегодня мы читаем книгу Бытие, 34-ю главу и я вам напоминаю предыдущие серии, содержание предыдущих серий. Речь идет о Якове, третьем про отце, основателей Израиля, Авраам первый был, которым Бог пообещал создать народ целый, Божий народ. Ицхак, его сын, и вот Яков, сын Ицхака, внук Авраама, о нем мы читаем, я напоминаю вам, что Израиль, общий контекст, это Божий народ. Израиль, еврей по Библии, это не национальность. Евреи это вероисповедание. Это означает, какая национальность еврея? Божий. Вот есть украинцы, есть русские, есть американцы, а есть Божии. Вот Израиль это Божий. Но это не значит, что Бог с ними не судится, когда они поступают нечестиво. Нет. И вот люди, которые приходят ко Христу, они тем самым входят в Божий народ, в этот Божий, они присоединяются духовно к Израилю. Потому что есть только один Божий народ. Только один Божий народ. Бог не разделяет свой народ на множество. Поэтому, оставаясь украинцем или русским, ты можешь стать духовным Израилем. И когда Бог откроется евреям, нынешнему Израилю, все это объединится в одно. Духовный Израиль и физический. Небесный Иерусалим сойдет на землю и будет, и на земле воцарится Царство Божье. Царство Гармонии и Любви. И это будет в будущем, и это будет скоро. Это будет скоро. А пока мы читаем о том, как Бог создает Израиль, в частности, читаем о всех тяжелых ситуациях, с которыми это связано, и учимся, учимся на этом сами, чтобы нам поступать правильно самим и не поступать неправильно, как мы тут будем сегодня читать. Итак, Яков пришел от Лавана из Месопотамии, поселился в земле обетованной, которую населяли, конечно, Хананеи, то есть местные жители, не Израиль. А у Израиля, естественно, был свой закон, потому что Божий народ они жили по Божьим правилам. И дальше впоследствии мы будем читать, что Бог дал через Моисея свой закон, сейчас еще у Израиля нет закона, но у них есть как бы устное предание, то, что евреи называют устной Торой. То, что Бог говорил Аврааму, Авраам предавал Ицхаку, Ицхак предавал Якову, то есть они все были воспитаны в вере в единого Бога. И им был запрет, строгий запрет не смешиваться с другими народами, не смешиваться с Хананеями. Почему? Понятно, почему. Потому что, если произойдет смешение верующих в единого Бога с верующими язву, 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 это будет Вавилон, это будет вот такая смесь, не будет единства. Поэтому Бог заповедал евреям не смешиваться с другими народами. И для нас, верующих, в единого Бога, это тоже предостережение, как написано в первом псалме, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Для нас предостережение в том, чтобы мы не входили в дурные сообщества, которые нас развращают, чтобы мы хранили перед Богом свою чистоту. В этом для нас здесь урок есть, чтобы мы хранили свое избранничество, свое первородство и не поклонялись чужим ценностям, чужим богам, и не входили таким образом в проклятие, в наказание от Бога, что Бог доказывает за идолопоклонство. Итак, Яков живет со своей семьей большой, со своими стадами в земле обетованной. Первый стих читаем Дина, дочь Лии, у Якова две жены, Рахель и Лия, и также у него дети от служанок, от двух служанок, служанки Рахеля и служанки Лии, так что у него наберется 12 сыновей, 12 колен, которые будут последствии родоначальниками колен израилевых, да, как бы отрядов израилевых, израилевых. Вот Дина, дочь Лии, которую она родила Якова, вышла посмотреть на дочерей земли той. Вот она вышла посмотреть, как живут, скажем так, люди нечистые духовно с точки зрения Бога, язычники, которые поклоняются не Богу, а своим каким-то Богам, ложным, ценностям своим каким-то. Она вышла посмотреть на дочерей земли той. И что из этого получилось? И увидел ее Сихем, сын Амора и Виянина, князя земли той, то есть он был язычник, хананей, и взял ее, ну, силой взял, изнасиловал, и спал с нею, и сделал ей насилие. Вот я не понимаю девушек, которые ходят по темным опасным районам городским, тем более вызывающие одеты в мини-юбках, ну, вот это то же самое. Ну, пойти вот так и наразиться на насилие, зачем возбуждать людей, которые и так может быть злые, без Бога в голове, без закона в сердце, которые не боятся ничего, там, где, может быть, и полиция боится ездить, а девушка может пойти. Надо же думать немножечко, надо же думать. Безопасно тебе будет, или ты девушка, ты должна хранить свою честь. Думать, Бог дал девушке такое вот задание, хранить свою честь до брака. Ну, сейчас это не популярно, да, но это стандарт Божий. Тем самым девушка делает счастливое будущее, подготавливает его. Мы тут дальше увидим, насколько влияют на человека грехи, его ошибки. Вот в данном случае Дина совершила ошибку, она пошла на чужую территорию. И увидел Иосифем сына Мария Ивянина, князя земли той, и взял ее и спал с ней и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. То есть ей, видно, тоже понравилось это дело. Хоть и с осенничал, но написано говорил по сердцу девицы. Это значит слова его ей были угодны. И сказал Сихем Мору отцу своему, князю этому, говоря, возьми мне девицу эту в жены. Яков слышал главный герой повествования Яков, один из трех родоначальников Израиля, отец Дины Яков слышал, что Эморов, сын Эморов, Сихем обесчестил Дину дочь его. Но как сыновья его были со скотом в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. И вышел Эмор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним. О, Господь, ты дай нам дух откровения, чтобы мы поняли этот текст, дай нам каскад откровений, дай нам понимание того, что ты хочешь сказать через этот текст. Ради славы твоей воины Иисуса Христа. Это я забыл помолиться об этом вначале. Мы в Писании не можем своими силами понимать так, как хочет его Бог. Бог нам должен открывать сам Духом Святым. Бог вообще многие вещи должен делать сам. Давать израильтянам землю обетованную. Но об этом мы будем ниже говорить. Так. вышел ему отец Сихемов 6 стих к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля и когда услышали, то огорчились мужите и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он, то есть Сихем Израилю, переспав с дочерью Якова. И так не надлежало делать. Да, естественно он совершил преступление, грех, преступление, этот Сихем изнасиловав Дину дочь Якова Ильи. Эмор стал говорить восьмой стих и сказал ему, то есть Якову сказал и сыновьям его, Сихем сын мой прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жены ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших а наших дочерей берите себе и живите с нами земля сия перед вами живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение Сихем же сказал отцу и братьям ее тот, который изнасиловал Дину Я дам что не скажете то есть любое цену заплачу любой колым да как говорят только отдай тебе девицу жену вот смотрите вроде бы дело говорят вроде бы дело говорит Эмор и Сихем они хотят заплатить они хотят породниться с народом но евреи не могут почему потому что у евреев есть заповедь берегите себя от других народов не смешивайтесь с ними они не в завете с Богом они не избраны Богом поэтому очевидно что Богу не угодно вот такой союз такое смешение праведного и грешного хотя желание замазать преступление когда принести своего рода извинения это похвально и загладить вину и заплатить это похвальное желание это правильное желание преступление неправильное это желание правильное и отвечали сыновья 13 стих Якову Сихему и отвечали сыновья Якова Сихему и Амор отцу его с лукавством а говорили так потому что он обесчестил Дину сестру их и сказали не можем этого сделать выдать сестру нашу за человека который не обрезан то есть который не принадлежит обществу Израилю ибо это бесчестно для нас то есть они сказали правду а почему тут написано с лукавством потому что дальше было лукавство дальше был обман только на том условии продолжали братья сыновья Якова только на том условии мы согласимся с вами если вы будете как мы чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан ну обрезание вы знаете что это не просто обрезать крайнюю плоть евреи обрезают крайнюю плоть для того чтобы вступить в завет с Господом то есть это знак завета дело не в том чтобы обрезать плоть дело же не только во внешнем знаке дело во внутреннем содержании и потом когда ребенок еще не говорит на восьмой день младенцу делают обрезание потом его уже воспитывают в еврейских традициях и потом он берет на себя бремя Торы когда наступает бар митцвы он посвящается Богу он живет так как хочет Бог поэтому не могли вот так сразу хананьяне делать обрезание и стать Божьим народом естественно нет они должны были если бы они захотели действительно породниться с Израилем им надо было пройти взять отказаться от своих богов выбросить своих богов и полностью заключить завет с Богом Израиля но об этом речи же нет поэтому в этом лукавство сыновей Якова только на том условии мы согласимся с вами говорит сыновей Якова хананеем если вы будете как мы чтобы у вас весь мужской пол был обрезан и будем отдавать за вас дочерей ваших и брать за себя ваших дочерей и будем жить с вами составим один народ а если не послушаетесь нас возьмем дочь нашу и удалимся то есть мы якобы не будем мстить просто возьмем удалимся лукавство явное они уже хотели отомстить и понравились слова сии Эмору и Сихему сыну Эморову юноша не умедлил исполнить это потому что любил дочь Якова а он более всех уважаем был из дома отца своего то есть Сихем обрезался и пришел и Мор и Сихем и сын его к воротам города своего то есть к своим хананеям и стали говорить жителям города своего и сказали сии люди мирные с нами евреи с нами мирны пусть они селятся на земле промышляют на ней земля живот пространно перед ними то есть у нас много земли пусть они приходят станем брать дочерей их себе в жены наших дочерей выдавать за них только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол как и они обрезаны не для нас ли стада их имение их и весь скот их не для нас ли то есть мы тоже можем пользоваться их не только они не только евреи будут пользоваться нашим но и мы пользуемся пользуются их только для этого согласимся с ними будем жить и будут жить они с нами так сказал Сихем и отец его Мора своим соплеменникам и послушались Мора и Сихем сына его все выходящие из ворот города его и обрезан был весь мужской пол все выходящие из ворот города его на на третий день когда они были в болезни то есть после обрезания это больно люди еще не трудоспособны они еще не готовы не трудиться не воевать на третий день когда они были в болезни два сына Якова Симеон и Левий братья Динины взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол ну вероятно как говорят комментаторы они были не вдвоем они были еще со своими слугами и самого и Мора и Сихема сына его убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли то есть забрали Дину и вышли сыновья Якова пришли к убитым и разграбили город за то что обечестили сестру их они взяли мелкие крупные скоты и ослов и что не было в городе и что все что было в городе и что все что было в поле все богатство их всех детей их и жены взяли в плен и разграбили все что было в домах И сказал Яков Симеону и Левию, вы, детям своим, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев, ферезеев, для местных. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и дом мой. Они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашу, как с блудницей? Вот на этих словах заканчивается 34 глава, и мы дальше не пойдем, но я скажу вам, я скажу вам, что вот то, что сделали Симеон и Левий, сыновья Якова, вырезав весь народ, разграбив, Бог это не одобряет, и это подло на самом деле. Даже если перед тобой не твой соплеменник, а язычник, нельзя так поступать. И это даром так для них не прошло. Я вам хочу зачитать, мы немножко забегаем вперед. Когда Яков умирал, он дал пророческие благословения всем своим сыновьям, и об этих пророческих благословениях написано в 49 главе Бытия. И вот, что он каждому сыну своему дал благословение пророчества наперед. И вот, что он сказал о Левии и Симеоне. Вот, что он сказал о Левии и Симеоне. Проклят гнев их. Бытие 49.7 Начнем с 5-6 стиха, 49 главе. Симеоне, Левии, братья, орудия жестокости, мечи их. В совет их да не внидит, не войдет душа моя, говорит Яков. И к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. То есть они, когда грабили Хананеев, они перерезали жестокость. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове и рассею их в Израиль. Вот это обетование, которое дал Яков этим своим двум сыновьям. То есть он сказал, что в совет их да не войдет душа моя. То есть я не буду с ними советоваться, и они мне не указ. Они поступили бесчинно. И к собранию да не приобщится слава моя. То есть он фактически их очень серьезно наказывает, лишая первородства. И дальше он говорит, разделю их в Якове и рассею в Израиле. То есть мы тут видим, что Яков проклинает, но не Симеона и Левия, а их гнев, их страсть, их ярость. И дальше, что тут комментатор Библии пишет. Разделение колен, я вам читаю сейчас комментарий Лопухина к этой главе. Разделение колен Симеона и Левия и рассеяние их между другими коленами было специфическим средством против единомыслия их начальников. Пророчество это, Якова, на обоих коленах исполнилось точностью, хотя не одинаковым образом. Во всем неблагоприятном значении только на колене Симеона. Это колено Симеона, то есть потомки Симеона, те, что родились от Симеона, это колено быстро уменьшалось в числе. И за 40 лет странствования по пустыне, вскоре по выходе Египта, в нем было способных к войне около 60 тысяч. А в конце означеного периода, в конце 40-летнего путешествия, только 22 тысячи. То есть на треть фактически было, две трети фактически было убито, истреблено. В Ханаане оно получило удел свой, не самостоятельно, как другие колена, а только в пределах Иудина колена. Малозначительность его в общенародной жизни, пишет Лопухин, видна уже из того, что в благословении Моисея оно совсем не упоминается. И по иудейскому преданию наибольшее число бедняков было именно в колене Симеона. То есть это колено было фактически под проклятием. И это урок для тех верующих, которые ожесточают свои сердца, которые страдают жестокостью. Вот в украинском войске, да, в Украине вот сейчас в войне, есть много верующих людей. Но часть из них, она страдает очень серьезной жестокостью, ненавистью. Они издеваются над пленными, выкалывают им глаза, вырезают там на груди что-то. Это ужасная жестокость. Вот я читал сегодня в сводках, что когда русские войска захватили украинцев в плен и посмотрели на их видео, они ужаснулись, как украинцы записывали видео о своих жестокостях с пленными. И что они сделали? Они посадили всех грузовик и снарядом уничтожили этот грузовик. Ну, хотя бы так, хотя бы так, что не издевались над ними. Просто убили, ну, сказать, расстреляли. Но нельзя опускаться до такого бесчинства, до такой ненависти, до которой опустился Симеон и Левий. И проклятие было над ними. И колено Левия тоже не получило своего дела, правда, там по другой причине. Они тоже... Да, Лена? Саша, все время звонит в твой Миша. Сейчас. И они тоже... Разбился с мысли, извините. Мы видим, что верующий человек, который перестает соблюдать заповеди Божьи, а главная заповедь любить Бога и ближнего, изменяет заповеди любви, он теряет благословение, он входит в опротлятие. Это предостережение всем, всем верующим. Потому что существует такая совершенно ложная предпосылка, доктрина, о том, что если человек пришел к Богу, то все, как бы он дальше не жил, как бы он не грешил, он будет спасен. Это не библейское, друзья. Это не библейский тезис. Приход к Богу, наоборот, есть только началом для духовного роста и развития освящения человека. А если грешник пришел к Богу, Бог просил ему грехи, а грешник продолжает грешить обратно, то, друзья, такой грешник не наследует спасение. Написано в Библии четко, ничто нечистое, ничто нечистое не войдет. В Царство Божье. И вот эта ересь, эта доктрина о том, что если ты пришел к Богу, ты будешь спасен, называется доктрина дешевой благодати. Мол, благодати так много, что ты можешь грешить сколько угодно, этой благодати хватит для того, чтобы покрыть твои грехи. Нет. Слово Божие даже говорит, если кто преднамеренно грешит, то не остается больше крови, искупления, но лишь страшное ожидание суда. Ни в коем случае нельзя грешить безбоязненно так и говорить, а мне за это ничего не будет. Нет. Бог накажет. Бог накажет обязательно за грех. Поэтому лучше покаяться, попросить прощения, исправиться самому. Потому что если Бог будет наказывать, то будет больнее и хуже. Бог накажет. Спасибо. Бог накажет. Бог накажет. ило, вам спасибо. Продолжение следует...